Всем здравствуйте! Это новости Турции на русском языке. Меня зовут Галина, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости из нашего информационного пространства в стране здесь. Я не профессиональный журналист. Это мой личный блог. И ресерч-подборку новостей я делаю самостоятельно, исходя из интереса, запроса моих подписчиков, с той точки зрения, что могло бы быть интересно иностранцу узнать здесь, в Турции, как вообще протекает наша жизнь. И в инфобоксе я оставляю ссылку на телеграм-канал, который веду о новостях Турции. Если хотите их узнавать гораздо быстрее и быть в теме актуальной информации, подписывайтесь на телеграм-канал. Давайте приступим. Прошедшая неделя у нас была политическая, и Турцию очень трясло в том плане, что было очень все непонятно, неоднозначно, но об этом я расскажу попозже. Мы вот вступили официально, назовем так вот, эту эпоху предвыборной борьбы. Выборы у нас официально состоятся 14 мая 2023 года. Даже не перенесли на июль месяц, как раньше планировали, как даты проводить, оставили вот эту ближайшую дату. Немножку о социальной жизни, о последствиях землетрясения, что сейчас происходит. Тема, конечно, это утихает. К сожалению, вот эту область, где Хатай находится, там периодически каждый день практически происходят сильные землетрясения. Они на большой глубине, то есть люди это очень сильно ощущают. Это 4-5 баллов, 4,7, 4,5. Это довольно-таки немало. Но все равно периодически в каких-то местах, в зонах продолжают падать здания, рушатся даже от этих толчков. Это здания, которые были повреждены ровно месяц назад в землетрясениях первых сильных 6 февраля, которые происходили. Некоторые здания продолжают сносить, там продолжают идти работы, вывозят строительный мусор, бетон, остатки жизнедеятельности людей, то есть мебель какую-то, все, что вообще вокруг, покореженные машины, металлы и все прочее. Это очень, кстати, большая, ну не прям экологическая катастрофа, но большой экологический вопрос сейчас в стране. Будут как-то перерабатывать весь этот бетон, мусор и металл, пускать это в производство. На данный момент это все вывозят за город. И сейчас официально уже у нас на данный момент разрушилось 200 тысяч зданий различных. Это и живые постройки, и различные там фабрики, заводы, дома, курятники, пригоны в деревнях и так далее. То есть вообще каких-либо единиц недвижимости разрушилось 200 сооружений. Вывезли уже около 230 тонн вот этого мусора. Это все складируется за городом. И если сложить это в огромную гору, то высота этой горы, уже почитали, будет в районе практически чуть меньше 4 тысяч метров. На минутку 6 тысяч метров это гора Килиманджаро. То есть это огромный мусор еще скопился, который эту проблему с мусором тоже нужно будет решать со временем. Возможно, это будет переработка, скорее всего, идет бетона, в том числе металла и повторное какое-то использование. Переплавят металл, бетон перебьют на что-то, крошку эту пустят. В общем, каким-то образом это будет использоваться. На данный момент по заявлению самого президента и АФАТ, это МЧС турецкие, сейчас официально достали, установили тела умерших людей, погибших от землетрясения в самой только Турции. 46 с лишним тысяч человек. Все равно каждый день еще увеличивается эта цифра, потому что идут разборы этих домов. И это еще будет проходить, ну, несколько месяцев, мне кажется. Пару месяцев эти цифры еще будут увеличиваться. А у меня спрашивают, а как же насчет пропавших без вести людей, которые не входят в эту цифру? Этого, к сожалению, этой статистики, этой информации в государстве у нас не ведется. Люди очень тоже этим заинтересованы и, скажем так, настороженно к этому относятся. Есть вопросики, потому что все сходятся на мысли, что, скорее всего, эта цифра такая огромная, что называть ее и тревожить людей, ну, вообще не хочется. Поэтому сколько людей пропавших без вести, к сожалению, статистики этой нет. Но мы лишь догадываемся, что это очень большая статистика. Коллегия адвокатов Турции подала в суд, помните, я рассказывала в прошлом выпуске про красный полумесяц турецкий, аналог Красного Креста, да, Кызлай он называется здесь в Турции, про вот эти палатки, вся эта история не затихала в течение недели, это все обсуждалось. И вот сейчас коллегия адвокатов Турции подала в суд на руководителя официальное лицо Кызлай, открылось дело, идут слушания по поводу перепродажи этих палаток, почему они не сразу их напрямую отправили в Хатай пострадавшим, что должно было быть по закону, а занялись какой-то непонятной перепродажей частным лицам, которые в итоге и отправили, собственно, эти палатки туда. То есть было потрачено время, заработаны деньги, это, кстати, миллионы, если что. Продолжает огромное количество людей проживать вот в этих палаточных городках, напоминаю, без каких-то удобств бытовых, возможности помыться, принять душ, обогревая, то есть это, как правило, палатка там а-ля там на семью очень часто, на 10 человек, и там стоит соба, соба это такая ходно-полевая печка, которая и еду готовит, и греет их, но помыться возможности у людей нет. Очень многие разъехались по стране, слава богу, очень многие сейчас выписываются из больниц, но людям идти, по сути, некуда. Очень многие люди продолжают жить где-то в отелях, продолжают жить у чужих людей, которые их приютили, то есть вот этот вопрос жилья существования очень острый, поэтому сейчас закон вводится, его рассмотрение о том, чтобы давать срок 2-5 лет о необоснованной подъемке цен на товары первой необходимости, на жилье, аренду в том числе, если в стране происходят какие-либо чрезвычайные происшествия, катастрофы и так далее, чтобы не было неоправданно поднятых цен. Если мы смотрим статистику, то вот эти граждане из пострадавших территорий, они больше разъехались по ближележащей территории, в Анкару, в Анталию кто-то уехал подальше, но это больше все, что рядом, недалеко, потому что люди все равно хранят надежду вернуться домой, когда построят дома, все равно не готовы отрываться от своей истории, от своей прошлой жизни счастливой, которая была. Буквально два дня назад были очень сильные толчки 4-5 баллов в Искандеруме в бухте, это бухтовый город, и опять залило Искандерум по щиколотку, сантиметров 10-15 была вода стояла, многие магазины опять же не открылись, не приступили к работе, все, что набережную, короче, опять города затопило. Вообще в Искандеруме как чуть Средиземное море поднимает свой уровень и сразу топит город. Короче, это уже второе подтопление за месяц. Я, честно говоря, когда вижу новости или приложение счетчик активности, системеактивности и землетрясений, опять снова надоело уже, очень мы устали от этих землетрясений, и мы реально уже народ привык к 4-5 баллам, 5 баллам. Да, это неприятно, но мы уже как бы такие, ну да, опять снова отношения у людей, если мы берем социальное, вот такое. Но всю эту историю с трагедией и переживаниями перекрыла политика и заняла на интересы на последние 3-4 дня в стране. Все прильнули к телевизорам, абсолютно оба лагеря, и оппозиция, и пропартийные, кто сейчас про власть, люди, все это все переживали. Кто-то ехидничал, злорадствовал, сейчас расскажу почему, кто-то переживал, даже была новость, но, скорее всего, это, конечно же, вброс определенный, да, это было, но этому слишком внимания уделили, скорее всего, это возможно было и не нужно было делать, да, привлечая внимание, что там даже человек с нервным срывом попал в больницу, когда смотрел телевизор, так он переживал, нагнетание определенное, конечно. Что произошло? Как вы знаете, объединение оппозиции демократическое, это стол шести, это шесть ведущих партий объединились, да, четыре партии, пять партий у нас мужчины, и одна женщина среди них была, женщина и партии, хорошая партия эта партия называется. В общем, короче говоря, они все тянули к этому, скажем так, представлением своего представителя, кто будет конкурентом. Естественно, самые два главных представителя от этих партий, это мэр Стамбула и мэр Анкары, которые точно могут составить конкретную, реальную, весомую конкуренцию президента. Сейчас за этими людьми граждане пойдут, это их кандидаты, и вот эти оппозиционные блок, они вот про этих людей, да. Но почему-то собирается вот этот стол заседания, и они вообще выдвигают в кандидаты лидера Джи Хепе Кемаля. И это не вообще, скажем так, нежелание оппозиции, они этого кандидата в основном не видят, потому что это уже пожилой дедушка, у него есть определенные свои взгляды, он далеко не всем нравится. Если мы берем авторитетность его и президента, он вообще, естественно, сразу же проигрывает Эрдогану. Ну, не конкурент вообще, и за ним вот такой особо людей, и как бы его партия, конечно же, за ним стоит, но приоритет сейчас запрос именно у населения, в основном на молодых, прогрессивных, про перемены, про прогресс, про развитие страны, про поднятие экономики, про спасение экономики и так далее. То есть не про старое, не отвечает прям запросу общества молодого сейчас, в данный момент в стране. И началась, конечно же, сумятица. И представитель и партии, хорошая партия, она вообще вышла из этого совета и остался не стол шести, а стол пяти. Она отказалась его поддерживать, и началась тут у нас суматоха. Просто сутки, 24 на 7, смотрели телевизор, прямой эфир. Думаю, когда-то месяц назад про землетрясение смотрели, сейчас про политику было, тоже такой же прямой эфир, 24 на 7. Она ушла на совещание, собрала свою партию, она отказалась, вышла из-за коалиции. То есть в один момент вечером эта коалиция просто развалилась. Все опустили руки, все, кто в оппозиционно настроен, они вообще разочаровались, короче. Тут планировали как бы власть менять в стране, выборы, да, производить честные. Объединялись, объединялись, здрасте, все развалилось, короче. Хотя тут такая возможность есть, очень сильно повлияла землетрясение и экономическая ситуация в стране, что как бы если бы было бы сильное представление от демократов, они могли победить, условно, да. И тут такое вообще несостояние этой коалиции. Потом все это вернулось обратно, выдвинулись новые условия. В общем, это все обсуждалось целых два дня. И по итогу на данный момент, что мы имеем. Стол шести, он снова стал стол шести, а не стол пяти. Она вернулась, партию свою привела туда. Договор такой. Остается официальным лицом кандидата в выборы в президенты. Это лидер Джиэпе. Но при этом будут выдвинуты специальные должности, заместители президента, назовем тогда, с неограниченными возможностями. Это два вот этих мэра. Мэр Стамбула и мэр Анкары. Если мы просто так политически посмотрим, выдвигать их тоже категорично, то, что люди хотят, например, того же мэра Стамбула, это очень прометчиво. Помните, он у нас под уголовным делом, под процессом, о котором заранее завели, потому что, чтобы его вывести из строя, его ставить под удар, тоже выведут, снесут этого представителя, все опять рухнуло. Про мэра Анкары в том числе под него копают, и тоже можно к чему-то там, в общем, легко индивидуально их, скажем так, выбить. Ну, в общем, в любом случае, мы сейчас здесь остаемся в этой политической заварушке-борьбе. Все только начинается. По этой статистике, которую сейчас транслирует Туркстат, все равно у нас все остается 50 на 50 приблизительно. Где-то было, что у Эрдогана 48% поддержки, а вся оппозиция это 52. Где-то на днях была статистика 52 у Эрдогана, 48 у оппозиции. Это постоянно все шатко. Ну, как всегда, и до выборов, и прочие выборы другие годы назад, то есть отмотаем все то же самое, 50 на 50 в среднем остается. И вот эти вот несчастненьких, полтора, два, три процента, они сейчас так и будут колебаться к выборам, неопределенные люди. В общем, все это будет ближе 14 мая, будет понятно. Сейчас немножко поговорим про ВНЖ, статус иностранцев здесь, что с этим происходит. Если вот хотите, напишите мне в комментариях. Я сниму вам отдельное видео про ВНЖ и рекомендации сейчас по заполнению анкеты, что спрашивают, вообще объяснить немножко ситуацию. Информация появилась в интернете, и информация как бы неофициальная, а с слов тех, кто участвовал в одних дебатах. В общем, ну это подтвержденное на практике. У меня есть лично знакомые, которые здесь прожили два года, и им ВНЖ не продлили. Это семейная пара, они уехали из Турции. Очень много сейчас кому ВНЖ не продлевают, ни новые не выдают, а даже не продлевают тем, кто жил уже долго здесь, какой-то промежуток времени. Есть такая негласная информация, что вопрос по ВНЖ, выдачи их, вот это лимиты, скажем так, снимут наконец-то и все прочее, вернется только после выборов. Когда выборы пройдут, что станет понятно, политическое направление в стране, волна, что у нас вообще произойдет. Если, естественно, выбирается оппозиция, это определенные перемены будут в международных отношениях, само собой, позиция Эрдогана сменится тут же, более как это радикально, скорее всего придет. Если останется Эрдоган, остается как было раньше. То есть этот вопрос по ВНЖ, он будет решаться, скорее всего, после мая месяца. Если кто-то собирается ехать в Турцию, оформлять документы, планируют только, я бы вам посоветовала подождать май месяц до мая, не рисковать вообще. Еще ничего не понятно. Большой, к сожалению, пока что процент вероятности, что вам ВНЖ не выдадут, не дадут. Здесь выдают спокойно, без проблем ВНЖ, по приобретению, покупке недвижимости или открытие крупного бизнеса. Туристам просто так погостить, посмотреть, сейчас это, к сожалению, блокируется. И эти, скажем так, заявки рассматриваются индивидуально от сотрудников ГЕЧа. И это просто человеческий фактор, кому-то хотели дать, кому-то не хотели. То есть вообще пальцем в небо абсолютно. Их задача фильтровать, чтобы было меньше одобрений, на самом деле, чтобы снизить этот поток. Если надо эту тему побольше раскрыть, скажите. Я, наверное, сниму отдельное видео, может быть, это потребуется. На данный момент, спустя месяц после катастрофы и землетрясения, только сейчас потихоньку люди начинают отмирать, теплеть и выходить из вот этого просто катастрофического шока, который они пережили. Где-то стала там слышна больше музыка, какие-то вечеринки, клубы открываются, что-то какой-то такой жизни светско-социальной возвращается. Но все все равно очень активно. Кто-то до сих пор волонтерит, отправляет деньги, собирает различную помощь. О трагедии не забывают, конечно же, окончательно. Это не так, что все прошло, мы перевернули страницу, живем по новой. К сожалению, это не про то. Может быть, это и к счастью, что люди не забыли это. Но точно могу поднавидеть, что переоценка материальных ценностей у людей, думающих, естественно, она, конечно, здесь у нас произошла качественно. Это очень сильно ощущается. Ну и больше могу сказать, прямо оттока такого населения я огромного не вижу. И тоже в Телеграме я печатала о том, что со слов предпринимателей, которые дают свои машины в аренду, ФДНВ, например, это перевозка грузов домашних, то есть переезд, который оформляют, то есть люди приезжают в грузовичок, ты ввечешь свои грузчики, вот переезжают. Переездами кто занимается, грузчики и все прочее, у них статистика по Стамбулу большая, что если раньше в день у них было по три заявки, в день они обрабатывали именно запросы на переезд, то сейчас шквал такой, что 20 заявок в день, то есть условно люди переезжают из квартир, там, в дома, за город или еще куда-то, то есть переселение, это огромное происходит. Но это не официальная информация, статистика, там, никакая научная корреляция не использована, только со слов. Пишите ваши вопросы, если они есть, ставьте лайки обязательно в видео, в инфобоксе я под видео оставляю ссылку на телеграм-канал самых свежих новостей, подписывайтесь, если вам видео понравилось, я буду очень признательна, если вы поделитесь в соцсетях, и кому нужна моя психологическая консультация, я психолог, то в инфобоксе моя почта, тема письма, консультация. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok